Житель Самары Ирина Рубцова без чтения свою жизнь не представляет. Вспоминает, уже к девяти годам прочитала все книги из ближайшей детской библиотеки. Домашняя же коллекция книг, которую Ирина собирала с молодых лет, насчитывала три тысячи экземпляров. Семь лет назад в доме Ирины случился пожар, книги сгорели. И теперь Ирина – постоянный посетитель Самарской библиотеки номер 16. Здесь уютно и царит теплая атмосфера, признается Ирина. А мероприятия, которые регулярно проводятся – это возможность открыть для себя что-то новое и вдохновиться на прочтение очередного романа. Я постоянный читатель этой библиотеки. Честно говоря, персонал – это моя вторая семья. Настолько внимательный, всегда порекомендуют что-то новенькое. Каждый четверг проводятся мероприятия, на которых либо рассказывают о каких-то писателях, там, ну, как правило, у кого юбилеи бывают, выступала актриса оперного театра Наталья Бондарева. Я была в восторге от ее романсов. 1 января исполнилось 105 лет со дня рождения советского писателя и киносценариста Даниила Гранина. Его творчеству посвятили первый в этом году «Литературный четверг». Собравшиеся узнали интересные факты из биографии Гранина и познакомились с его творчеством. Эта литературная гостиная открывает цикл мероприятий ко дню снятия блокады Ленинграда. Даниил Гранин, он известен своими рассказами о Великой Отечественной войне. И, в частности, его книга о блокаде Ленинграда посвящена вот этому событию. И сегодня для жителей микрорайона будет тоже интересно послушать о блокадной книге Даниила Гранина, которую он написал в соавторстве с Олесьм Адамовичем. Литературные гостиные проходят в библиотеке номер 16 каждый четверг. Вход свободный. Галина Топилина, Петр Поломеев. События.